Если честно, я в шоке от того, насколько у Вероники Жилиной классные прыжки. Шикарнейший тройной аксель от Улупы – это просто фантастика. По прыжковому таланту, ну, наверное, ее можно сравнить только с Александрой Трусовой. А если честно, меня лично не зацепили новые программы девочек, но это на данный момент. У Акатьевой я пока увидела настоящий гибрид шторма и образы Ани Щербаковой. У Даши Садковой вообще что-то непонятное. Может, вы мне расскажете, мои дорогие подписчики, что вас зацепило у девочек? Вот меня лично зацепила Аделия. У Аделии танго – это просто огонь, хоть и программа старая. Что касается Вероники Жилиной. Понятно, что стремление Евгения Плющенко быть лидером – это его принцип жизни. Он в тактике, к сожалению, не особо силен и ему в каждом старте хочется быть первым. А в целом стремление, конечно, похвальное, но не всегда бывает верным. Что касается Хрустального, давайте, мои дорогие друзья, вспомним прошлый сезон, где ни Усачева, ни Хромых не произвели никакого впечатления. И также многие кричали, что Грихенгаус закончился, потому что его программы повторяются. А кто в итоге блистал? Самоделкина, Осокина. Но это на тот период времени. Только потом Усачева и Хромых заняли на взрослом чемпионате России четвертые и пятые места. А где в итоге оказалась Самоделкина и особенно Осокина? Вспомнили? Думаю, что в Хрустальном держат руку на пульсе и у них все под чутким контролем. Ну, по крайней мере, я так очень сильно надеюсь. Будем ждать соревнований с нетерпением.